Приветствую! В этом видео мы поговорим о том, почему же ТЦК и СП не сможет оштрафовать человека, который не обновил данные. Кого это касается и при каких условиях это возможно. Итак, как мы с вами знаем, в соответствии с законом 36.33, начиная с 18 мая и в течение 60 дней, граждане Украины, которые пребывают на воинском учете, должны обновить данные. И что будет, если человек не обновит данные? Я уже делал видео, где показывал, какие санкции предусмотрены, что предусмотрена возможность вводить ограничения на временное управление транспортным средством, что предусмотрены штрафы за это, и штрафы достаточно большие, от 17 до 25 с половиной тысяч. Но почему же я теперь говорю, что ТЦК и СП многих людей просто не сможет оштрафовать? Почему? Да потому что есть процедура. Есть процедура привлечения человека к административной ответственности. Эта процедура предусмотрена, соответственно, Кодексом Украины о административных правонарушениях. И как мы с вами знаем, ТЦК и СП должен составить протокол. То есть в момент привлечения к административной ответственности начинается с составления протокола. Собственно говоря, об этом есть даже новая позиция. Она по сути не нова, но новая 2024 года позиция Верховного Суда, где четко это сказано, что привлечение к административной ответственности начинается с момента составления протокола. А что это значит для нас? Это значит, что с того момента, как на человека составляется протокол об админправонарушении, у него есть определенные права. Права, которые закреплены снова-таки в Кодексе Украины о административных правонарушениях. И вот сейчас давайте разберемся в этих тонкостях и поймем, почему же ТЦК и СП многих граждан, особенно, особенно подчеркиваю тех, кто находится там на оккупированных территориях сейчас, находится за границей, просто не сможет привлечь к административной ответственности. А если вдруг, кстати, в нарушение норм закона кто-то и привлечет, то человек без проблем сможет оспорить это в суде. Итак, разбираемся. Смотрим Купап. Ну а перед тем, как начнем, хочу предупредить, что те из вас, кто досмотрит видео до конца, получат приятный и неожиданный бонус в контексте оспаривания штрафов ТЦК и СП. Ну а пока смотрим Купап. Поехали. А в Купап есть статья 256, которая называется «ЗМИС протоколу про административное правопорушение». И в ней есть часть четвертая, и она для нас здесь ключевая будет. Почему? Потому что здесь сказано, что при складении, протоколу, особе, яка притягается до административной ответственности, разъясняются его права и обов'язки, передбачені ст. 268 цього кодексу, про що робиться відмітка в протоколе. При этом вы все знаєте и так давно эту ст. 268, которая права человека предусматривает. О ней мы поговорим отдельно, будет отдельное видео. А здесь мы поговорим именно вот об этом, об этой части, о четвертой части ст. 256 Купап. Почему? Она для нас очень важна. В каком смысле? В том, что она закрепляет правило, которое, ну скажем так, не на поверхности. Оно не на поверхности, оно прямо не изложено. Но, наверное, вы его уже увидели. Ведь если в законе сказано, что при составлении протокола человеку, который привлекается к админ ответственности, разъясняются его права и обязанности, а далее, кстати, здесь еще, вернее, чуть ранее, есть такая норма, что протокол підписується особою, яка його склала, и особою, яка притягается до административной відповідальности, то какой вывод мы можем из этого сделать? Правильный вывод вы уже сделали. При составлении протокола человек должен присутствовать. Это ключевой фактор, ключевой момент для того, чтобы привлечь вообще человека к админоответственности, чтобы составить протокол. Человек должен присутствовать при составлении протокола. И, конечно же, здесь кто-то уже, безусловно, мне пишет, что, Эрит Олег, ну ты же сам говорил, что ТЦК и ЕСП теперь может не составлять протокол. Действительно так. ТЦК и ЕСП теперь может не составлять протокол. Это прямо записано в статье 258. Но там есть интереснейшее условие, которого нет ни в этой статье, кстати, ни в статье 268 Купаб. Итак, смотрим, какое же здесь условие. Вот смотрите, вот эта часть, вот она, где сказано, что протокол не составляется в Уразе, в чинный, не в особливый период админ правопорушень, предбаченных статьями 210, 210 Прим. Ну, мы знаем, это нарушение правил воинского учета, нарушение закона о мобилизации. И в каком случае не составляется протокол? Если человек не явился, первое условие, и второе условие, не явился он, будучи, обратите внимание, належным чином поведомленным про дату частей места виклику та за наявності УТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику. Ось воно, вот оно ключевое. За наявності УТЦК та ЕСП підтвердних документів про отримання особою виклику. Что это значит? Что, когда человека вызываю для рассмотрения административного дела и составления протокола, его должны не просто уведомить, не просто отправить, как повестку теперь, да, отправили по почте, и по постанові 560 она считается врученной. Нет, здесь такой вариант не проходит, потому что вы сами в законе 36, 33, ой, 10, 379 это был законопроект, прошу прощения. Вы же сами прописали, что только в том случае протокол не составляется. Если есть документ, подтверждающий тот факт, что человек получил этот вызов, что он получил, ну, повестку, да, либо какое-то уведомление о том, что будет составляться протокол. И в совокупности, что нам это дает? А в совокупности это дает следующее. Если человек не обновил данные, и он, например, находится за границей, для того, чтобы привлечь этого человека к ответственности, ТЦК и ИСП должны направить ему письмо. А вопрос, куда вы направите письмо, если человек не обновил данные, например, да? А даже если человек, ну, у вас есть где-то адрес этого человека, вы знаете, где он проживает, ну, например, он там стал на консульский учет, и консульство передало эти данные в ТЦК и ИСП. Вы можете отправить, конечно же, туда письмо, но человек должен получить еще это письмо. Если человек, например, отказался получать, либо он не проживает по этому адресу, либо человек просто не проверяет почту, ну, как многие это, как мне кажется, делают, да? В принципе. Все. Нет вот этого условия, нет документа, подтверждающего, что человек получил уведомление про вызов на рассмотрение админ дела. А, соответственно, все. Вы не можете составить протокол. Без протокола вы не можете вынести постанову, ну, а без постановы, собственно говоря, на человеке не будет висеть штраф, не будет исполнительного производства, и не будет ареста счетов, там, ареста имущества и так далее. И, конечно, то, что я говорю, я прекрасно понимаю, что это все возможно только при условии, если сторона ТЦК и ИСП соблюдает закон. А что будет, если они все-таки не соблюдали закон? Что будет, если они, несмотря на то, что человек не получил вызов в ТЦК и ИСП на рассмотрение дела, на составление протокола, не получил вот эту повестку в ТЦК и ИСП, либо уведомление какое-то, письмо от них, но они при этом составили протокол, вынесли постанову, у человека штраф, арест имущества и все такое. В этой ситуации, я вам скажу, будет следующее. Вы легко в суде отмените эту постанову. Легко. Единственное, что, конечно, безусловно, для вас будут определенные трудности, потому что вам нужно будет оплатить штраф, но если вам важно то, что у вас счета заблокированы, если вам нужно оперативно, вот здесь и сейчас, пользоваться этими счетами, то, соответственно, что? Вы просите кого-то в Украине, например, со своего счета, либо зайти в банк и оплатить от вашего имени этот штраф, за вас, вернее, штраф этот, и вам разблокируют это все, а дальше вы идете обжаловать штраф этот. При этом, хочу обратить ваше внимание, что в сети есть такой миф, что оплаченный штраф – это признание вины. Нет, нет и еще раз нет. По этому поводу есть даже позиция Верховного суда, где Верховный суд четко сказал, что оплата штрафа не является признанием вины, и после оплаты штрафа человек может обжаловать постановление о привлечении к административной ответственности. Поэтому вы спокойно можете оплатить штраф и потом обжаловать, либо сразу же его обжаловать. Ну и, конечно, в конце нужно вспомнить про примитку к статье 210, потому что кто-то, чувствуя, уже там написал, что Олег, ты же забыл, ты ничего не сказал. Не забыл, все сейчас скажу. Это статья, это примитка, вернее, она говорит о том, что если ТЦК и ЕСП может получить эти данные из, соответственно, госреестров, то есть синхронизировать данные свои оберега с госреестрами, то никакой ответственности человек не должен нести. И в этом смысле никаких штрафов, ничего, ничего не должно быть. Но те, кто так утверждают, забывают один единственный момент, одну единственную фразу, самую важную фразу, которая там есть, у рази возможностей. Смотрим. Вот оно. Положение статей 210, 210 прим цього кодексу не застосовывается у рази возможностей. Ось оно. У рази возможностей. Якої возможностей? Отримання держателем Единого державного реєстру, призывников, військовозобовязанных та резервистов, персональных данных, шляхом электронной, информационной взаимодії. То есть, до тех пор, пока Аберих не синхронизируется с другими реестрами полноценно, ТЦК будет подавать информацию, что вот сие и можливости нема, и людей будут привлекать к админответственности. Вот так вот. Опять сказал что-то плохое, я знаю. Но, друзья, надо понимать реальность. Идем дальше. Ну а теперь перейдем к обещанному бонусу. Если вы окажетесь в подобной ситуации, и ТЦК ЕСП возложит на вас штраф с нарушением порядка привлечения к административной ответственности, с теми нарушениями, о которых я говорил, то в этих ситуациях я буду представлять ваши интересы бесплатно. Вам нужно будет оплатить только лишь судебный сбор по этому делу, а дальше мы уже будем взыскивать эти суммы с государства, соответственно. И вот те суммы, которые мы взыщем, то, что нам оплатит государство, это и наше. То есть для вас этот вообще разговор, ну, бесплатный по сути, да. Для вас это будет лишь некое неудобство. Но хочу обратить ваше внимание на какой момент, что те люди, которые находятся за границей, для них, мы же знаем, что еще предусмотрели, что если человек не обновил данные, то мы приостанавливаем ему предоставление консульских услуг. Поэтому вот по консульским услугам здесь, ну, к сожалению, мы бессильны, да, и ничем помочь невозможно. Но если мы говорим о вынесении вот таких штрафов ТЦК и СП, то их можно будет легко оспорить и сделать это, по сути, бесплатно. Вот. Да, вот почему, кстати, нужно смотреть всегда видео до конца, потому что тот, кто не досмотрел до конца, так и не узнает, что можно было в этом случае воспользоваться бесплатной правовой помощью адвоката. Вот. Вот. Друзья, на этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. Также приглашаю вас в свой Телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к видео, но его название вы видите вот здесь сейчас. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok